Вы знаете, есть плохие подарки, есть хорошие подарки, а есть подарки, которые просто меняют вашу жизнь к лучшему. И так как скоро уже Новый год, многие из вас наверняка задумываются о том, что подарить себе или кому-нибудь еще. И я вам хочу показать сегодня один из вариантов, который действительно достоин вашего внимания, потому что это именно третья категория, о которой я говорила. И я сегодня вам буду рассказывать о вот такой вот чудо-машине. И это робот-пылесос. У меня этот робот компании Sebest. Выглядит он вот так вот. Это китайская компания. Он продается на многих китайских сайтах. Я конкретно его заказывала с сайта SemiDress. Итак, что хочу я вам сказать. Робот этот действительно очень сильно, можно даже сказать, кардинально поменял мой быт, потому что раньше, так как у меня есть собака, и собака это линяет ежедневно, даже не то, что там какие-то у нее сезоны или какие-то определенные, какое-то время определенные линьки есть. Нет, собака линяет каждый божий день, очень много шерсти. И раньше для того, чтобы поддерживать чистоту, мне нужно было пылесосить, ну, где-то в идеале каждый день или максимум через день для того, чтобы поддерживать чистоту. И если доходило до того, что я около недели не делала уборку, то это был просто кошмар. Это можно было сравнивать со свинарником, потому что шерсть клубнями просто везде валялась. И под кроватью вот такие вот всякие клубни шерсти были и где-то по углам. Короче говоря, если у вас есть дома домашние животные, я думаю, вы меня в этом плане поймете. И, конечно же, уборка вот такая, пропылесосить всю квартиру, потом помыть пол, это занимало где-то добрых минут сорок. И я это занятие, откровенно говоря, просто ненавидела вообще, я ненавидела это занятие. И ладно бы там убирать там раз в неделю, но нет, это действительно нужно делать регулярно. И я уже давненько с мужем мы задумывались о том, чтобы поиметь себе вот такой вот робот-пылесос. Но когда-то давно были только iRobot, и iRobot стоят очень дорого. Китайцы все больше и больше и больше завоевывают рынок своими какими-то аналогами и телефонов каких-то более крутых, и всех гаджетов в принципе. Но когда я увидела этот пылесос на сайте Sammy Dress и увидела его стоимость, я поняла, что надо брать, в общем-то. Я, честно говоря, не знала, чего ожидать, обзоры на этот пылесос в интернете есть, но обзоры обзорами, а мне интересно было все-таки, как это сработает для меня. И сразу скажу, что по моему опыту очень важно, какие у вас поверхности дома. У меня нет ковров, у меня сугубо только либо ламинат, либо плитка, то есть гладкая такая поверхность. И также у меня в квартире практически нет дверей, то есть все вот такими вот как бы сделано арками. То есть пылесосу по сути очень просто передвигаться с комнаты на кухню, там еще куда-то в коридор, ну короче говоря, для него нет каких-то преград, где он может ползать и собирать весь мусор. И так как у меня нет никаких ни ковров, ни ковровых покрытий, ни там каких-то маленьких ковриков, рогожек, то ему, соответственно, тоже намного проще собрать весь мусор. И я приблизительно так себе это и представляла. То есть наверняка для людей, у кого везде ковры, вот такой вот пылесос, скорее всего, будет работать плохо, либо может вообще не будет работать, я точно не уверена. Потому что все, что у него сзади есть, это вот такие вот две щеточки, которые ему помогают просто загребать внутри, в себя внутрь, скажем так, какой-то мусор, который он по дороге встречает. И внизу тоже у него есть вот такое отверстие, куда, собственно, этот мусор всасывается. Что касается того, как он ездит, как он маневрирует, есть в интернете разные обзоры на разные пылесосы. Есть пылесосы, которые умные, скажем так, действительно, то есть они видят хорошо преграды, хорошо их обижают. А есть те, которые долбятся вот так вот просто о стену, и пока ты его вручную не поправишь, то ничего не будет. Что касается конкретно этого пылесоса, то я считаю, он достаточно умный. Единственная преграда, которая для него достаточно сложная, это какие-то шнуры. Если он попадает на какие-то шнуры, допустим, там какие-то зарядки или какие-то удлинители, то он может в них запутаться, он начинает вот так в них ездить и еще больше запутываться. Тем не менее, если он запутывается прям совсем сильно, то он сигналит, начинает кричать, помоги мне, пожалуйста. И я слышу это, прихожу и, в общем-то, его оттуда вытягиваю. Что касается остальных преград, он очень классно объезжает стены, он очень классно ездит вот так вот вдоль стен. И также он бывает ездит очень хаотично, ну, то есть не бывает, а всегда он ездит очень хаотично. Но в то же время он, когда находит стену, он пытается объехать эту стену вот так вот очень ровненько. И все вдоль стены и вдоль каких-то предметов мебели тоже объехать. Он даже бывает стул, там эти четыре ножки, да, вот такой вот как офисный стул, он между этими ножками пытается вот так вот заехать во все пространства, чтобы тщательно там все убрать. И что тут тоже очень важно понять, что это не средство для уборки, это средство именно для поддержания чистоты. Когда он только ко мне приехал, первым делом, что я сделала, это я сделала полную генеральную уборку, можно сказать. Я все очень хорошо пропылесосила, очень хорошо помыла везде полы. И на следующий день запустила его, он, кстати, тоже программируется, мы его запускаем ежедневно в 9 утра, он начинает уборку. И ездит он от аккумулятора где-то часа полтора, наверное, может быть чуть-чуть больше, где-то час сорок, час сорок пять. После чего, когда он разряжается, он начинает искать свою базу, сам ее находит и сам становится на зарядку. Что касается базы, база должна стоять очень прочно, мы ее посадили на двухсторонний скотч под кроватью и таким образом он не дергает эту базу, ему легко вот так вот именно туда попасть и к этой базе присоединиться, чтобы встать на зарядку самостоятельно. Что меня очень сильно поразило, так это то, сколько ежедневно он собирает мусора. Казалось бы, вроде не так и грязно, да, вот как вот смотришь вот так вот на пол и не цепляется глаз за какие-то определенные там, за какой-то определенный мусор. Но в то же время вот он полтора часа поездит, я потом открываю контейнер и я понимаю просто насколько много он всего собрал. И, кстати говоря, после того, как он начал ежедневно убирать, даже вот пыли вот меньше, пыли меньше там на каких-то столах, на каких-то поверхностях, каких-то шкафчиках, потому что раньше это все было на полу и, соответственно, когда ходишь, это все поднимается в воздух и оно оседает везде. Сейчас же намного стало чище и я просто, не знаю, для меня это уже какой-то прям чуть ли не член семьи, потому что я каждый день за ним наблюдаю и каждый день хочется его погладить и сказать, боже, какой ты молодец, так нам сильно помогаешь. Потому что я уже долго не занималась уборкой, то есть я думаю, что если он вот так вот будет поддерживать чистоту ежедневно, ну может раз в месяц надо будет хорошенько все пропылесосить опять-таки, где-то какие-то углы, может где-то куда он не заходит. Но в целом вот так вот он очень классно убирает. Что касается его каких-то особых характеристик, здесь в принципе особо рассказывать да и не о чем. Он, кстати, тоже имеет набрюшник, как я его называю, сейчас я вам его покажу. Выглядит набрюшник вот так вот и это штука для влажной уборки. То есть вот сюда вот в этот контейнер можно налить водичку и из отверстий таких вот мини-мини, там такие отверстия, влага подается на вот такую вот штучку из микрофибры, тряпочку. Напузник этот одевается на заднюю часть этого пылесоса и, соответственно, он делает сухую уборку и там, где он только что убрал, он проводит, в общем-то, это влажной тряпочкой. Вот эта вот штука, скажем так, это самая, наверное, недоработанная штука в его конструкции, потому что влаги подается очень мало, как мне кажется, на эту тряпочку. Тряпочка, кстати, снимается, она здесь на липучках, то есть в любой момент вы ее можете легко снять, она полностью снимается, помыть или постирать и заново налепить. Как я уже и сказала, влага сюда подается достаточно плохо, то есть что я делаю, это изначально очень хорошо мочу вот эту вот микрофибру, выжимаю ее, но не полностью, чтобы она была такая хорошо влажная. После этого цепляю этот напузник к пылесосу, он ездит где-то полчаса, потом я его вручную останавливаю и снова беру, мочу эту тряпочку и потом опять цепляю, опять полчаса проходит, или там уже час, то есть я ее, ну не больше чем три раза мочу за весь цикл уборки и это можно в принципе и не делать, но если вы хотите более такую качественную влажную уборку, то лучше бы это делать, потому что тряпочка эта быстро высыхает и толку от нее становится мало, если она сухая, она просто собирает опять-таки на себя какую-то дополнительную шерсть, а вот именно влажной такой уборки, вот протирания пола нет. Как я уже и сказала, пылесос этот мы запрограммировали на то, чтобы он убирал ежедневно, он сам это делает, то есть включается сам по таймеру, сам начинает ездить и потом сам после того, как разряжается, ищет базу и заходит на эту базу. И его остается по сути только обслужить и здесь мне кажется это очень важный момент, потому что эти пылесосы чаще всего ломаются, как раз таки, чаще всего в них ломаются как раз таки вот эти вот движущиеся предметы, то есть колесики, да, которые, с помощью которых он ездит, с помощью которых он маневрирует. И тоже это очень важно, как бы чистить его контейнер, мы его чистим ежедневно и не просто так вытрусил мусор и поставил назад сюда в пылесос, то есть я стараюсь достаточно аккуратно к нему относиться, то есть ежедневно я беру этот контейнер, вытрушиваю мусор, потом под водой это все споласкиваю, вымываю, вычищаю, фильтр тоже очищаю, потом это все сохнет, и после этого я уже в таком вот как бы девственно новом состоянии, можно сказать, ставлю это все назад в пылесос. То же самое касается и самого пылесоса, на вот эти вот колесики бывает накручиваются те же волосы, какая-то шерсть туда забивается и если к нему относиться плохо, да, то есть просто использовать его работу, но никак абсолютно за ним не ухаживать, то скорее всего он у вас быстро сломается. Но если я думаю к нему относиться хорошо, то он прослужит очень долго. И что касается его сменных частей, то вот эти вот щеточки и вот этот вот напузник, эти тряпочки, это считается расходным материалом. В комплекте есть запасной набор из двух вот этих вот щеточек и запасная вот эта тряпочка из микрофибры. Но если у вас и то и другое вы уже использовали, оно у вас пришло в негодность, на разных опять-таки китайских сайтах, в том числе Алиэкспресс, есть расходники к этому пылесосу. И я когда смотрела, по-моему, вот полный комплект опять-таки из четырех щеток и двух тряпочек стоит 25 долларов. То есть не так уже сильно и дорого, скажем так. В комплекте с пылесосом также вы получаете пульт для управления. И на этом пульте есть дисплей, где указано время. И также здесь будет указано, если вы его запрограммируете, то в какие дни он у вас будет делать уборку. Что касается его режимов, то здесь есть несколько режимов. Есть автоуборка, когда он хаотически ездит, убирает вот все, как ему нравится. Потом у него есть уборка по периметру, когда он только вдоль стен ездит. Потом у него есть уборка какой-то одной локальной зоны. То есть это уборка, ну где есть какой-то мусор, то есть если вы что-то рассыпали, и вам нужно убрать именно конкретно это место. Потом есть уборка по L-спирали, Z-спираль, R-спираль. То есть вот такие вот разные маневры он делает. Можно увеличить скорость, уменьшить скорость и отправить его на базу. Тоже здесь есть вот такая вот несколько клавиш для управления. То есть им можно управлять вручную. Иногда, когда он усердно пытается пропустить какое-то место, где я вижу какой-то мусор, я его бывает вот так вот вручную направляю, то есть поворачиваю и заставляю ехать туда, куда мне хочется. Соответственно, тоже здесь можно и настроить какие-то режимы для него. Можно его настроить также в режим Full Go. Это значит, что когда он зарядится, он начинает пылесосить. Потом он отправляется опять на зарядку, заряжается и потом опять начинает пылесосить. Что касается режимов, то мы пользуемся только автоматическим режимом. И иногда может быть уборка какого-то там конкретного места, когда он начинает вот так из центра, вот так вот по спирали раскручиваться и все больше и больше диаметр как бы захватывать. Остальные режимы, они очень похожи между собой. И я вот когда за ним наблюдаю, я не вижу разницы, то ли он ездит там L-спираль делает, то ли он Z-спираль делает. В общем-то, для меня это все одни и те же какие-то хаотические движения. Что касается уборки по периметру, то мне кажется, что на автоматическом режиме он лучше ездит по периметру, чем вот в этом режиме езды по периметру, как ни странно. Поэтому автоматическая уборка вполне нормально работает, то есть ему не нужно там как-то по-особенному им управлять, какие-то особые режимы, но за исключением только вот уборки какой-то локальной зоны, это тоже удобно. Опять-таки, если просто вот где-то резко появился какой-то мусор, его нужно убрать. Пульт этот работает от мизинчиковых батареек, которые тройные, а в комплекте они не идут, но везде продаются в любом супермаркете. На этом я буду видео заканчивать. Делитесь своим опытом, если у вас тоже есть такие вот друзья дома, как они вам помогают. И особенно интересно будет мне узнать, если у вас есть ковры, то какой пылесос вы выбрали и как он с этим справляется. Поставьте этому видео палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!